Привет! Я даю вам ровно 2 секунды, чтобы вы назвали самое главное преимущество RX 580. Раз, два. Что, не получилось? Объясняю. Главное преимущество – это цена. Эту RX 580 4-гиговую я купил всего за 5700 рублей. Да, конечно, она бэушная. Ну, камон, за 6000 рублей вы даже 1050 новую не купите. Короче, что такое RX 580? Вот была хорошая 480. AMD не стали заморачиваться, повысили лимиты энергопотребления, слегка подняли частоты, и вот так вот получилось 580. Эта карта интересна мне тем, что у неё 4 гигабайта видеопамяти. Интересно сравнить с результатами 8-гиговой 480. Ссылочка на 480 вот тут. Я не знаю, чем дизайнеры MSI думали, когда делали свою новую линейку гейминг. Какой-то такой скучный бело-серый, потому что вот эта чёрно-красная выглядит просто эпично. Здесь у нас два больших вентилятора, сверху подсвечивается логотип MSI, три здоровенные тепловые трубки, металлический бэкплейт, который закрывает всю видеокарту сзади. Выглядит классно, и производительность у неё тоже достойная. Assassin's Creed Origins ультра-хай настройки, 34 кадра в среднем. Да, не так много, но вы всегда можете немного понизить настройки. Far Cry New Dawn ультра-настройки и 69 FPS в среднем. Metro Exodus уровень настроек Normal, 61 кадра в среднем получается. A Plague Tale Innocence ультра-настройки, 71 кадра в секунду. Ставь лайк, если тебя тоже задолбал этот везде лезущий Хьюга. Strange Brigade ультра-настройки и 89 кадров в секунду. Третий Ведьмак на ультрах с включённым Hairworks'ом выдаёт аж целых 60 кадров в среднем. Очень достойно. Такие хорошие и весьма высокие показатели в тестах – это, несомненно, плюс этой видеокарты. Но, тем не менее, есть и довольно серьёзный минус. Это её энергопотребление. В Assassin's Creed Odyssey GTX 1660 быстрее на 15 кадров. При этом потребляет на 40 Вт электроэнергии меньше. Стоит нагрузить видеокарту и i7-8700K под завязку, как внезапно вся система начинает потреблять 485 Вт электроэнергии. Это на 100 Вт больше, чем GTX 1660 в аналогичных условиях. Получается, что если смотреть на бэушную 580, то она намного интереснее, чем бэушная 1060 и, пожалуй, даже интереснее по соотношению цена-производительность, чем новая 1660. Но если вы хотите купить 580-590 новую, я думаю, есть смысл докопить до 1660. Ну и линейку MSI Gaming я никогда, наверное, не устану нахваливать. Эта видеокарта держит температуру от 60 до 70 градусов. Обороты вентилятора минимальные. Сейчас эта карта майнит у меня в ферме, и каждые 5 минут она вообще отключает вентилятор. Дело в том, что теплоемкость у радиатора довольно большая, и при наличии хоть какой-то циркуляции воздуха в комнате, этого может даже хватать. В игровом компьютере видеокарта работает тихо. Она не раскручивает вентиляторы сходу до больших значений. Пиши в комментариях внизу все, что ты думаешь про RX 580. Не забывай ставить пальцы вверх этому видео. И подписывайся на канал, тут много чего интересного. Пока. Почему я сравниваю? Это не совсем корректно. Хотя хрен с ним, пусть будет.